Территория машин Всем привет! С вами Территория машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам об автомобиле для первых лиц и беспилотном Вольво. Похоже, что в НАМИ определились, как будут называться автомобили проекта «Кортеж». Это проект автомобилей для первых лиц нашей с вами Родины, которые уже вовсю реализуются. Ведь действительно, сколько можно ездить на «Мерседес Пульман» и прочих «Гелендевагенах». Так вот, скорее всего, автомобили появятся на свет под брендом «Аурус». Что это значит? Возьмем в руки словарь латинского языка. Название нового российского бренда происходит из сочетания слов «Аурум», что означает «золото», и «Руссия», что означает, собственно, «Россия». Как считают создатели идеи, название должно символизировать величие нашей страны, ее богатство и потенциал. Первым автомобилем серии станет представительский седан. О нем известно, например, то, что он будет оснащаться двигателем мощностью 800 лошадиных сил и 9-ти диапазонным автоматом. Длина будущего лимузина составит 6 метров 84 сантиметра, а масса — 6 тонн. Если это так, то российский автомобиль станет самым большим, тяжелым и мощным представителем представительского класса в мире. Кроме, собственно, седана, в рамках проекта разрабатывается и кроссовер, который может быть использован в качестве машины сопровождения. А еще будет минивэн, дизайн которого уже запатентован. Интересно, а в него такой мотор поставят? Компания «Вольво» планирует в течение ближайших 5 лет начать продажи автомобилей с автопилотом. Если вы хотите освободить себя от лишних переживаний, вы сможете довериться роботу стоимостью около 10 тысяч долларов, который будет предлагаться в качестве опции. Уже сейчас системы автономного управления тестируются в шведских городах, на скоростных магистралях и в местах скопления автомобилей. Комплекс автоматического управления включает в себя лазерный сканер, который распознает объекты перед машиной. За считывание дорожных знаков отвечает трехфокусная скоростная камера с ночным режимом. Несколько камер встроены в задний бампер и решетку радиатора. Чтобы автомобиль мог сам парковаться, его оснастили 12 датчиками парковки, а пространство вокруг сканирует радары дальнего и ближнего действия. У меня такое впечатление, что я перечислил список оборудования космического корабля. А нет, уже скоро на дорогах. Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться.